Я обычно стою вот таким образом. Хорошая стойка. То есть к ней нет никаких вопросов. А какие основные ошибки обычно бывают у твоих учеников? В основном это когда люди стоят на пятках. То есть ты имеешь ввиду вот такую стойку? Вот такую, да. Слишком согнуты колени? Слишком согнуты колени и вес полностью на пятках. В таком случае замах будет слишком плоским. Да, совершенно верно. И будет очень трудно попасть правильно по мячу. Давай я попробую сделать удар с такой стойкой. Мы посмотрим, что происходит в этом случае. Как мы видим, это получился топ. Бывает, что люди стоят слишком сильно на носочках. Такая стойка. Да, совершенно верно. Ну-ка, мы попробуем, что происходит в этом случае. Тоже топ. Просто происходит падение, да? Очень тяжело, я вам могу сказать, друзья, играть вот с такой стойкой. Конечно, мне это непривычно. Сип-постер, я предполагаю, это вот такая стойка. Да, конечно. Она тоже немножечко неудобная и очень скованная. Я себя сейчас чувствую. Невозможно развернуться, в общем-то, и выполнить полноценный удар. Иногда стойка бывает слишком широкой, в этом случае очень тяжело развернуть плечи и мяч, в общем-то, тоже летит очень низко, так как получается топ. Также бывает, что при замахе, например, вес остается на левой ноге. На левой ноге изначально. Да. И тогда получается вот такой замах, что... Что позволяет копаться в землю очень сильно. Да, то есть... И бить с большим делом. Вот у меня сейчас клюшка номер восемь, да? И, в общем-то, обычно, когда я играю восьмым айроном, я располагаю мяч чуть левее середины. Я думаю, для этого нам тоже могут пригодиться и Лайман Стикс. Совершенно верно, Евгений. Для этих целей они тоже очень полезны. Положим одну опять по ногам. Вторую мы положим в ровных центрах. Да, вот эти прекрасные палочки, на самом деле, также позволяют, в общем-то, ориентироваться в положении мяча, потому что даже профессиональным игрокам иногда сложно отследить, мяч расположен посередине, левее или правее центра. Мы рассмотрим, когда мяч в неправильном положении, слишком сильно у задней ноги, у правой в данном случае, у правшей. Ты имеешь в виду вот такое положение? Очень, конечно, странно, когда мяч вот таким образом расположен. Посмотрим, что получается в этом случае при ударе. Мяч полетел вправо. И топ. И топ, да. То есть это было неправильное положение. И еще, соответственно, можно поставить слишком сильно к левой ноге. Мне кажется, что мяч все-таки полетит значительно левее с левым вращением, вот таким образом. Ну, ты знаешь, у меня при этом положении мяча также значительно уже развернулись плечи. То есть я понимаю, что мои плечи сейчас направлены очень сильно влево. И вот это положение, оно очень распространено среди особенно начинающих гальфистов, когда плечи развернуты абсолютно немножко в другую сторону. Ну, и, соответственно, мяч полетел влево. Сейчас положение хорошее. Мяч стоит по центру ног. Мне очень нравится. Хорошо. Я думаю, что он полетит прямо. Отлично. Давай проверим, так ли это на самом деле. Да, мяч полетел прямо. Мне кажется, положение было хорошее. Давай немножечко сейчас расскажем нашим зрителям о том, как правильно располагать мяч разными клюшками, почему нужно это делать и, в общем-то, как это будет выглядеть вот в этой системе координат. Так, если мы возьмем клюшку Pitching Wage, мы его расставим ровно, ну, по центру. Я беру клюшку Pitch. И какая ширина стойки, так же давай расскажем. Ну, ноги на ширине кулечка я всегда ставлю на аэро. Угу. Не более того, то есть слишком широко тоже вставать не очень хорошо. Соответственно, вот сейчас это правильное положение мяча. То есть мяч посередине и стойка у нас ноги на ширине плеч. Да, совершенно верно. Отлично. Сейчас я попробую выполнить удар. Хорошо удар. Спасибо. Если мы возьмем, например, сейчас семерку, то это положение уже будет неактуально. Да, совершенно другое. Нам нужно его изменить будет. Возьмем семерку. То есть клюшка стала длиннее. Да. Головка клюшки чуть более закрылась в сторону удара. Мы клюшку теперь должны расположить, мяч должны расположить чуть ближе к левой ноге относительно центра. Я чуть-чуть больше на правой ноге сейчас. Чуть больше на правой ноге, да. Чем длиннее клюшка становится, тем больше на правую ногу лучше переходить. То есть вот такая стойка. Да, совершенно верно. Отлично. Пробуем. Хороший удар. И если мы возьмем, например, драйвер, это самая длинная клюшка, то есть самая дальнобойная клюшка, ей бьют уже с подставки специальной, которую нужно взять. Скажи, а какие характерные ошибки бывают при ударе драйвером? Некоторые люди слишком много ставят веса на правую ногу. На правую ногу? Слишком сильно на правую, да. Вот таким образом. Очень даже тяжело так стоять, честно говоря. Соответственно, удар пришелся самым низом клюшки, да? Да, ударить так хорошо и, в общем-то, прямо практически не реально. В данном случае мы должны уже поставить клюшку максимально напротив левой пятки, да, то есть сильно сместить относительно центра. И поставить на Ти, где-то пол мяча над головкой клюшкой должна в идеале стоять. Как, в принципе, сейчас и есть. Ну и сделать хороший удар. Вот отличный удар. Сегодня мы поговорили о базовых элементах и какие распространенные ошибки бывают, какие последствия они за собой влекут. Я думаю, наши зрители извлекут очень много полезной для себя информации. Спасибо. Продолжение следует.